МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня правительство Чувашии обсудило изменения предлагаемые в закон о вопросах налогового регулирования. Федеральный закон устанавливает нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных налогоплательщиков. Нулевая налоговая ставка предусмотрена для предпринимателей, которые занимаются производством, научными разработками и применяют упрощенную или патентную систему налогообложения. В 2014 году выдано 547 патентов на право ее применения. Есть условия. Это отсутствие задолженности по налоговым сборам и другим обязательным платежам. Следующие условия – это размер среднемесячной заработной платы, расчеты на одного работника, не менее двух мрот. И предельный размер доходов от реализации за налоговый период не превышает 12 миллионов рублей. У членов Кабинета министров возникли вопросы, когда начинают действовать налоговые льготы, смогут ли ею воспользоваться предприниматели, которые зарегистрировались до начала действия закона. Михаил Игнатьев просил подключиться к решению этого нюанса в Министерстве юстиции Чувашии. Также на заседании правительства рассмотрели внесение изменений в проект закона об объектах культурного наследия, который необходимо перевести из регионального реестра в местный. В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов законопроектом у нас предусматривается обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Чувашской республики. Сегодня мы работаем на объектах. Таких объектов в прошлом году у нас было шесть. Мы в рамках программы «Доступная среда» привели в соответствие. В этом году у нас таких объектов на сегодняшний день три. Это здание на Карломарсе, дом 32, является объектом регионального значения. Музейно-выставочный центр «Нацмузея». Вот на них мы сейчас работаем. Кроме того, законопроект позволит гораздо эффективнее заниматься содержанием и сохранением объектов культурного наследия. В частности, он упорядочивает размещение рекламы на объектах культурного наследия. У нас сколько всего объектов сейчас в реестре? Можете сказать? На сегодняшний день у нас на территории Чувашской республики находится 661 объект культурного наследия. Из них в единый реестр включены 633 объекта. Документы охраны обязательства оформлены на 397 объектов культурного наследия. Но у нас на сегодняшний день в собственности физических и юридических лиц находится 217 объектов культурного наследия. И вот у нас еще 76, у нас не имеет правоустанавливающих документов. Это в первую очередь катапультовые сооружения. Закон позволяет, по крайней мере, целым органам власти дорабатывать, отрабатывать и обеспечивать на самом деле те объекты культурного наследия, которые в реестре обязаны их надлежащим образом содержать, по крайней мере, чтобы они, раз в реестре, раз обозначены памятниками истории культуры, то они должны соответствовать. И инвентаризацию, и актуализацию надо данных все это сделать. Один из вопросов заседания Кабинета министров распределение субсидий с федерального и республиканского бюджета в размере 40 миллионов рублей на реализацию программы устойчивого развития сельских территорий. Средства решили направить на застройку и благоустройство микрорайона Западный в поселке Шагардан Батаревского района и жилой группы домов в деревне Юндово-Синьяльского сельского поселения. Кроме того, в связи со сложной экономической ситуацией Кабинет министров отменил индексацию заработной платы государственным гражданским служащим в 2015 году. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Накануне Михаил Игнацов встретился с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Николаем Левичевым и председателем Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолием Аксаковым. На проходящем в эти дни в Чебоксарах Конгрессе партии «Справедливая Россия» обсуждается вопрос импортозамещения как важного фактора развития регионального предпринимательства. Михаил Игнатьев рассказал гостям, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, поддержка малого и среднего бизнеса из года в год увеличивается. Что же касается импортозамещения, для предпринимателей республики это возможность занять новые ниши на рынке, и для этого у них есть все необходимое. Также Николай Левичев и Анатолий Аксаков приняли участие в торжественном собрании, посвященном Дню Российского Предпринимательства. В Чувашии действуют более 45 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, на которых заняты более 150 тысяч человек или треть всех работающих жителей республики. Годовой оборот этого сектора экономики превышает 250 миллиардов рублей. Сегодня предприниматели Чувашии, как и всей России, принимают заслуженные поздравления. История российского предпринимательства – суть истории экономического развития страны. Имена Демидовых, Морозовых, Третьяковых, А в Чувашии, Ефремовых, Таланцевых считаются символами удачного ведения бизнеса и социальной ответственности. Многие современные предприниматели стараются поддерживать хорошие традиции. Направляя свою созидательную энергию на реализацию новых проектов, открывая новые производства, создавая новые рабочие места, вы способствуете не только укреплению собственного благосостояния, но и решению занятости людей. Сегодня с уверенностью можно сказать, что предприниматели являются движущей силой экономического развития республики. Перефразируя известное детское стихотворение, можно сказать, предприниматели разные нужны, предприниматели всякие важны. Сферы услуг, торговли, общепита сегодня практически полностью держатся на малом и среднем бизнесе. Впрочем, и в таких направлениях, как строительство, электротехника, переработка, транспорт, им есть чем заняться. В большинстве своем предприниматели не жалеют о сделанном когда-то шаге. И доведись сейчас начинать собственное дело, они бы ни минуты не раздумывали. На сегодняшний день в России, в Чебоксарах, в Чувашии объективных причин не заниматься своим делом нет. Если в наше время было просто тяжело и непонятно, что делать, на сегодняшний день практически все расписано. Надо только попасть в эту струю, надо найти просто денег, надо показать свой замечательный проект, и под тебя дадут деньги. Самое главное не разворовать, а воплотить ту идею, которую ты хочешь. Объемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса увеличиваются с каждым годом. На 2015-й, например, запланировано около 400 миллионов рублей. Кому-то это поможет начать собственное дело. Кому-то, как Оксане Акадеевой, позволит расширить производство, создать новые рабочие места. В 2013-м году я получила субсидию от Минэкономразвития Чувашской Республики по поддержке малого бизнеса, по возмещению первоначального взноса для покупки оборудования. От того, что нам быстро оказались субсидирования, мы могли качественно, своевременно обеспечивать детские дошкольные учреждения качественным свежим мясом. На сегодняшний день это очень актуально, тем более в летнее время. Вот, спасибо большое, Минэкономразвитие. В 2015-м году на финансовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов могут рассчитывать около 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что это даст экономике Республики 800 новых рабочих мест. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. В эти минуты проходит первое судебное заседание по делу бывшего заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства. Напомним, что в 2012-2013 годах Александр Анисимов, предоставляя льготы и преимущества подконтрольной ему коммерческой организации, создал условия для незаконного изъятия из муниципальной собственности земельного участка. На участке, принадлежащем седоводческому некоммерческому товариществу, строительная фирма начала возведение пятиподъездного многоквартирного дома, в то время как разрешение имелось лишь на строительство двухподъездного здания. В результате противоправных действий нанесен ущерб бюджету города Чебоксары на сумму около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Ваши участки где здесь? Вот это участок наш. Эти участки выкуплены все уже? Нет. Эти участки ваши все проданы. Земли общего пользования пока числятся за нами. Земли общего пользования, поймите правильно, земли общего пользования для того, чтобы вы могли их использовать соответственно с целью и значением. Так, у вас есть решение, говорят, а тогда зачем? Как их могли изъять без решения? Решение, о чем вы хотите? О том, об изъятии этих земель. Оно уже просто так не изымается. Оно не изымается, оно в аренде у вас. Оно не в ваших землях, а городская земля. А как, если даже оно у нас в аренде, почему без нашего согласования строится на наших землях? Подождите, это не ваша земля, это городская земля. Так оно у нас в аренде пока. Она у вас в аренде, но она уже в аренде. с нами надо или нет? Вам направляли, вы не согласовали. А как кто направляли? Кто? Никто. Ни одной бумаги. Кроме того, чиновник, препятствуя трем организациям-застройщикам, привлекал подконтрольную ему фирму к подрядным работам при строительстве трех многоквартирных домов. На первоначальном этапе расследования уголовного дела по ходатайству следователя судом в отношении Анисимова была избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллиона рублей, в том числе в целях возмещения причиненного ущерба. Также по ходатайству следователя судом был наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на две квартиры, доли в двух квартирах, три гаражных бокса, а также долю в земельном участке, расположенных на территории города Чебоксары. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии пресекло мошенничество. Адвокат предложил свои услуги, но, как оказалось, вовсе не юридические. Работая над уголовным делом руководителя одной из местных коммерческих организаций о незаконном обороте наркотиков, защитник убедил доверителя, что можно откупиться от наказания. Для этого достаточно передать сумму в размере 1 миллиона рублей работникам судебно-психиатрической экспертизы, которые в силах признать его невменяемым после принятия взятки. После того, как деньги были переданы сообщнику адвоката, руководителю коммерческой фирмы, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и противоправная деятельность подозреваемых была пресечена. В настоящее время и адвокат, и его сообщник, бизнесмен, задержаны. По ходатству следователя судом в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание, которое предусмотрено данной статьей Уголовного кодекса, предусматривает до 6 лет лишения свободы. 23 мая этого года пропала заслуженный работник культуры Чувашии Карачарского Майя Андреевна. 25 мая ее видели около Северного рынка. Она направлялась в сторону улицы Кривого. Майя Андреевна была одета в розовую ветровку, светло-серые штаны и черные резиновые сапоги. На вид ей 70 лет, документов при себе не было, страдает болезнью Альцгеймера. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Майи Андреевны, просим позвонить по телефону 8 906 388 40 00, 8 919 652 62 24. В полицию по номеру 02 или написать на электронную почту russia001sobakabk.ru. В столичной администрации уже более полутора лет удается сдерживать рост цен на питание в детских садах. Также чиновники внимательно следят за тем, чтобы скорректированное меню не сказывалось на качестве завтраков, обедов и полдников малышей. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал столичные детсады, встретился с поставщиками продуктов в дошкольные учреждения и родителями. Такие встречи в последнее время проводятся регулярно. Решается вопрос, стоит ли повышать стоимость питания в детских садах. В этом году, признается глава администрации Алексей Ладыков, собирались поднять цены на 10-15%. Но понимая, что это сильно ударит по кошельку многих семей, нашли другое решение. Как известно, из-за кризиса цены на многие продовольственные товары взлетели вверх, а потому было разработано новое меню для детсадов. Более дорогим продуктам подыскали достойную замену вместе с местными товаропроизводителями. Так в детский рацион включили печень, куриное филе, местные овощи и фрукты. К нам поступает живой скот от сельхозпредприятия Чувашской республики. У нас там производится убой скота, хранение, его переработка. И мы эту продукцию в виде бескостного мяса, из говядины, бескостное мясо, привозим по детским садам. Мясопродукты стоили на сегодняшний день 335 рублей, печень стоит 190 рублей. Поэтому разница определена, и это повлияло на себестоимость меню. Если у нас были тоже мяса, мы заменили на грудки, филе, извините, пожалуйста, на филе куриное. Филе куриное нежное, из него также делают суфле. Главное, заметил глава администрации города Алексей Ладыков, это было сделано не в ущерб детскому питанию. Воспитанники садов, как и прежде, будут получать положенное по нормативам калории. Качество продуктов также останется неизменным. Родители и дети новшества в меню уже заметили, и в основном они их только порадовали. Мне очень нравится питание в нашем детском саду. У меня ребенок всегда доволен. Приходит и рассказывает, что сегодня мне давали яблоки. И очень мне нравится, что в этом садике начали давать печенку. Печенка – это очень полезный продукт. Она очень любит детское питание, то, что дают детскому саду. Особенно просит творожную запеканку, которая готовит в детском саду по особому рецепту. Иногда просит, чтобы готовили то же самое дома. Такие меры позволяют родителям надеяться, что цена на питание в детских садах не изменится. Во всяком случае, в ближайшее время. За счет эффективной, гибкой системы управления поставок продуктов в детские сады нам удалось сдержать стоимость питания в детских садах. С 2013 года стоимость составляет 91 рублей в день. В течение 2-3 этого квартала стоимость питания в детских садах не вырастет. Анализ эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в Чувашии. Этой теме было посвящено очередное заседание межведомственной комиссии. Итоги двухлетней деятельности работы межведомственной комиссии подвел во вступительном слове Михаил Игнатьев. Глава республики призвал изменить подходы в работе надзорных органов и в первую очередь переориентировать их деятельность с поиска нарушений на профилактику и методическую поддержку. Все вы помните, президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному собранию отметил необходимость новых подходов в работе надзорных, контрольных и правоохранительных органов. Президент страны призвал максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля, отслеживать ситуации там, где действительно есть риски или признаки нарушения. Наша задача с вами создавая благоприятную среду, чтобы наши инициативные, целеустремленные, ответственные люди открывали предпринимательское дело, платили соответствующие налоги в соответствующем уровне бюджетов. И от этого лучше будет в целом в обществе и в экономике. Вопрос контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц остается для муниципальных образований одним из самых актуальных. Контрольно-надзорная деятельность, в свою очередь, должна способствовать эффективному исполнению муниципалитетами, возложенных на них полномочий, что в конечном итоге позволит улучшить качество жизни граждан. Это наша общая задача. Хочется отметить, что работа межведомственной комиссии позволила заметно снизить давление со стороны контрольно-надзорных органов на муниципалитеты, уменьшить количество проверок и устранить многие коллизии, с которыми мы сталкивались в ходе контрольно-надзорных мероприятий. По итогам анализа контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления Чувашской республики в первом квартале 2015 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, отмечается повышение основных показателей, по которым осуществляется мониторинг контрольно-надзорной деятельности в целом два раза. Пожары до сих пор остаются одной из самых обсуждаемых тем. И на заседании этот вопрос также не обошли стороной. Количество возгораний в этом году на территории республики увеличилось. На сегодняшний день в Чувашии произошло уже 400 пожаров. 51 человек погиб, а материальный ущерб составил более 37 миллионов рублей. Организовано обучение граждан мерам пожарной безопасности. Это считаю одним из основных видов нашей деятельности, общей совместной деятельности с органами местного самоуправления. Потому что если мы будем пропаганду вести вместо надзора, только наши инспекторы будут заниматься пропагандой и профилактикой, то тогда толку много не будет. Кроме этого, несоблюдение требований пожарной безопасности к самим местам размещения органов местного самоуправления. Это нарушение правил эксплуатации путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие первичных средств пожаротрушения, а также отсутствие или несработка системы оповещения эвакуации при пожаре. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Самые умные, спортивные и способные. И все это о собаках. Оценивали питомцев на необычных соревнованиях Кубок Барбоса. Как лучшие друзья человека боролись за награды, увидели мои коллеги. Эти питомцы не только лапу подают, но и танцуют с хозяевами вальс. А кому-то уже под силу выполнить и акробатические трюки. Это по-настоящему звездный час для собак. Дефиле костюмов, конкурс талантов и тесты на выполнение команд. Чтобы завоевать заветный Кубок Барбоса, животным было необходимо показать жюри и свою спортивную подготовку. Особенно не просто на этой полосе пришлось большим собакам. Застряли. Все. Тоннель теперь у нас закрыт. Ну что мы закрыты, краток. Никакого дресс-кода. За Кубок Барбоса могли сражаться абсолютно все породы. Для годовалого лабрадора, финиста, ясного сокола эти старты стали дебютом. Хотя его родители на подобных конкурсах неоднократно занимали титулы и призовые места. Папа волшебный муми-тролль. Вот. Как бы волшебный муми-тролль. Очень знаменитый. Вообще Папа Волжью. Да. С него финия. Нельзя. Без слов он выполняет там команды сидеть, лежать и нельзя. Тренирую сам в домашних условиях. Каждый раз прогулка. Игрушки, пулеры, мячики. Но судьба большинства участников собачьего смотра не так и проста. Многие из них оказались брошенными на улице и могли погибнуть от голода. Это, как мы его называем, морпосадский перьер. Мы ее подобрали в морпосаде, около Волги. Это был очень грязный, живый щенок. Забитый. Но, как сказать, день, два, недели у нас прожив, мы поняли, что... Как мы можем от него отказаться? И вот прошло четыре года, представляете, вот такой красавец. Он у нас обученный, он умеет несколько команд. Кубок Барбоса в Чебоксарах провели впервые. Организаторы док-шоу в очередной раз решили напомнить людям, что собаки – это преданные друзья человека. Для дружбы порода абсолютно не важна. Наши участники, как приютские собаки, домашние любимцы из дорогих питомников. Как подобраны на улице щенками, стали большими, красивыми и талантливыми танцами. Без наград не остался никто. Все участники необычных стартов получили призы в четырех разных номинациях. Собрать любителей собачьего спорта вместе организаторы планируют. И в следующем году. Медрик Валев и Анастасия Захарова. Республика. История длиною почти в 60 лет. Праздник костра дружбы между чувашами и морийцами живет и по сей день. Нерушимые традиции встречи передаются из поколения в поколение учителями и учащимися школ Ядренского и Горно-Марийского районов. Первая встреча между соседними республиками состоялась в 1958 году. Вот так из года в год ребята из Малокорачкинской и Емлевской школ строятся в праздничные колонны. С речевкой проходят по всей поляне. В руках транспаранты, шары и голуби. Место проведения выбрано не случайно. Здесь находится географическая граница республик. Далее стороны приветствуют друг друга на русском, чувашском и морийском языках. Обмениваются подарками. Готовиться к такому значимому дню все начинают заранее. Сначала делегации приезжают. Один год наша школа приезжает, выезжает. Другой год они приезжают. Обговариваем, договариваемся. Наверное, по Чувашии нет таких школ, где есть общение на межрегиональном уровне. Два языка, два народа встречаются на нейтральной территории, общаются. Ну, наша дружба на века. Мы ее никогда не забудем. В флаге республики страны всегда понимают самые лучшие ученики, отличники и спортсмены. Зажигается костер дружбы. В большой круг вокруг костра встают дети и взрослые. Кто-то обязательно найдет себе здесь друга. Подружеские песни о костре, пионерах, октябрятах и комсомольцах на время все переносятся в прошлое. Эту традицию начинали наши дедушки и бабушки. На этой поляне собирались мамы и папы. А теперь эту традицию переменили мы. Я каждый год жду этого праздника, чтобы познакомиться еще со многими друзьями из малокорочинской школы. Дружба народов не ограничивается одним днем. Весь учебный год учителя приезжают друг к другу в школы делиться опытом, проводят различные форумы. Недавно малокорочинской школе исполнилось 150 лет. Марийские коллеги также приезжали на праздник. Чем нас меньше в школах, раньше народу было много, тем крепче, наверное, дружба. С коллективами учителей, например, мы становимся, я ощущаю уже как одна единая семья, как наша единая Россия, единая наша страна. В течение всего праздника на поляне дух в состязательности. Кто лучше выступит на концерте и кто победит в спортивных соревнованиях. Эстафеты, веселые старты и зрелищный футбол. Ну а побеждает всегда дружба. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Лес, храм, дом. Для чебоксарской художницы Юлии Аникины эти понятия равнозначны. Выставка под названием «Лес» открылась в Чебоксарском центре современного искусства. Большое количество работ Юлия Аникина создает в путешествиях. И сегодня художница решила познакомить родной город с некоторыми из них. Работы, выполненные в технике батик, были созданы в Камбодже зимой прошлого года. Когда ходишь по любому лесу, каждое дерево имеет свое лицо. И некоторые из этих лиц, этих деревьев я проявляю просто. Как они мне представились, как они мне увиделись. На создание портретов леса художницу вдохновляли походы в камбоджийские джунгли, окружающие тысячелетник, мерзкий храмовый комплекс Анкор-Ват. Кроме портретов леса, на выставке можно увидеть керамику и графические работы, написанные в путешествиях по Индии, Таиланду, Подмосковью и окрестностях Чебоксар. Выставка в центре современного искусства продлится месяц. Александр Гаврилов, Игорь Ульянов. Республика. Все поклонники футбола с нетерпением ждут 2018 года. Именно тогда Россия примет чемпионат мира. В списке 11 регионов, где пройдут матчи, чуваши и нет. Однако наши стадионы могут стать тренировочными площадками для некоторых из стран-участников. По регламенту чемпионата Россия должна предоставить командам-участницам 64 базы для проживания тренировок, а также не менее 60 тысяч гостиничных номеров. Стадионы Олимпийский и Спартак уже одобрены Международной федерацией футбольных ассоциаций и Оргкомитетом России 2018 в качестве мест проведения тренировок сборных, сообщается на сайте Минспорта Чувашии. Поэтому в ближайшем будущем спортивные объекты вновь ждет преображение в соответствии с требованиями ФИФА. Пока это все новости. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин